Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Продолжаем тему листьев. Сегодня перед вами вот такое красивое растение, кустарник. Итак, мы с вами будем сегодня разбирать не плоды, не корни, не цветы, а листик. Вот этот красивый листик. Итак, это лист Барбариза, польза и вред, противопоказания. И в итоге, то есть в конце я вам расскажу немного рецепта. Итак, лист Барбариза, польза и вред этого замечательного растения, кустарника. Значит, я не буду касаться самого Барбариза, так как у меня, по-моему, даже есть, я говорила о Барбарисе, и показывала, как там чай надо пить и так далее. Посмотрите. Только я говорила о ягодах уже, о сушеных, по-моему, говорила, да. Значит, а сейчас с вами будем говорить о листе. Он тоже немаловажную роль играет для нашего здоровья. Свойства разберем листа. Значит, свойства листьев Барбариза. Все целебные свойства растения основываются на высоком содержании полезных соединений. Такие как, находятся там такие витамины, как А, С, Е, алкалоиды. Значит, алкалоиды и берберин, такое вещество, отвечающие за желчегонные процессы в организме. Так что, друзья, у кого проблемы? Ну, это опять же консультация с следующим доктором, потому что здесь все может быть опасно. Но это попозже я вам скажу про эти показания. Значит, дубильные компоненты, кислоты, органическое происхождение. Значит, листовая кустарника, значит, отлично снимает тошноту, даже экупирует рвотные позывы. Это позволяет принимать сушеную зерену при токсикозе у беременных, друзья. Так что, не знаю, очень интересно. Другие препараты могут нанести, значит, вред этому плоду. А вот растения при беременности, у кого там тошнота, они выпьют, и ничего страшного не будет. Ну, естественно, в определенной дозе. Даже, вот хочу вам сказать, снимают боль, сильный приступ кашля на основе листьев. Особенно, если он такой влажный и мокрота плохо отходит. У кого кашля. Даже лист барбариса снижает развитие онкологии. И у кого есть оп, кто обладает противолейкозным и противораковым эффектом, он синтезирует барбарис. И, возможно, только некоторые знатоки медицины могут применять это растение при онкологии. И широко распространение этот метод пока не получил. Его еще, как бы, изучают. Но вот чаек желательно было, извините, попить. Так, дальше. Барбарис применяется и в качестве незервящего противовоспалительного средства. То есть листья барбариса. Ну, естественно, и сам барбарис. Я там дальше расскажу, что можно добавлять и листья барбариса, и сам барбарис. Значит, используются отвары из листа для повышения аппетита. Это отличный антисептик. Растение обладает также отличными жаропонижающими свойствами и мочепатагонного воздействия. И сразу говорю вам о противопоказаниях и вредах. Нельзя применять людям, у кого есть здесь хорошие противопоказания. То есть не хорошие, а противопоказания есть достаточно много. Много, 5-6. Значит, образование у кого на печени нельзя. Злокачественные. У кого проблемы, значит, с яичниками. У женщин. И возраст, друзья, возраст до 12 лет. Этот лист употреблять нельзя. Значит, болезни сердечно-сосудистой системы. У кого склонность к тромбозам. Значит, периодические спазмы. Ну, и гастрит с повышенной кислотностью. Потому что сам барбарис кисловатый. Ну, и листочек тоже самое. И у кого артериальное давление пониженное. Тоже нельзя употреблять. Так, барбарис сильно повышает свертность крови. Вот, он приводит к тромбофлебитам. Поэтому, если вы знаете, его не надо применять. А область применения. При каких патологических болезнях можно применять? Значит, можно применять при ревматизме, подагре. У кого цинга. Значит, при ОРВИ с высокой температурой. С высокой температурой. Почему у нас хорошо снижает температуру? Ну, так как и малина потеет. Человек. И выводит с мочой. Патагонное действие он обладает. Лист. Лист барбариса. Плеврит. У кого бронхит. Малярия. Камни в желчном пузыре помогают. Значит, ну, опять же, какие камни? То есть, вот, прежде чем вот в этой ситуации применять, вы должны обязательно проконсультировать с доктором. И дискинезия желчных протоков. Камни в почках. Ну, это почегонные, значит, сбои с функционируемой печени. Это когда нет новообразования. Острый воспалительный процесс. Серезенки. Синтезитерия. Даже конъюнктивит. То есть, я вам хочу скажу, что он применяется. И, значит, в косметологии протирание. Протирает лицо. И тогда гепатит. У кого холецистит. Это, значит, доброкачественное образование у гортани, печени органов, ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Диабет, геморрой, наглоение в женских плавных органах и боли в области сердца. Это я прочитала и рассказала об восприменении. Очень большое об восприменение. Так как протекло обвозание здесь немного. И об восприменение тоже большая. Обширная, так скажем. Применение растения при любых болезни должно быть согласовано, значит, как я уже сказала, с лечащим доктором. Ну и в косметологии. Отвары, избаваясь за листья, тоже широко применяются, значит, в косметологии. Жидкостью что делает? Протирает кожу лица, убирает мелкие морщины, небольшие дефекты. При добавлении маски, значит, в маске и шампуне растения оказывают укрепляющие эффекты. И волосы становятся более здоровыми и перестают подать. Это для волос. И, значит, рецепт народной медицины. Как я вам сказала, сейчас я вам дам несколько. Друзья, тут столько много. Зайдите в сеть интернет и посмотрите. Тут очень много рецептов. Вот такой рецепт. При патологии желчеводоводящих путей, заболевания печени, желчегонное противовоспалительное средство. Итак, готовят на 100 из листьев. 2 столовые ложки. Измельченные, значит, это листвы. Вот это красивые. И заливайте стаканом кипятка. Заливайте стаканом кипятка. Наставьте 20-30 минут. Потом процежьте и употребляйте в 1 сутки. Необходимо выпивать при этом заболевании. 2 по 30 миллилитров жидкости. 4 раза 30 миллилитров. Друзья, можно начинать еще с меньшей дозы. Проверить на себе, как это все будет у вас. Ваш желчный пузырь действует. Или у кого-то камни и так далее. Все это нужно проверить. Продолжение в течение месяца. Потом, значит, естественно, следует перерыв. Но прежде чем принимать, я говорю, консультацию с следующим доктором. Так как вы какие-то препараты применяете, он скажет, надо ли вам, может, вообще ничего не нужно. Значит, лишь все это консультироваться с доктором. Обязательно. Вот я вам хочу сказать еще при тошноте. При у кого сильная тошнота, бывает вот такой вот рецепт. Значит, при сильной тошноте берут 2 столовые ложки измельченных высушенных листов и заливают 400 миллилитров кипятка. И проваривают на водяной бане в течение 10 минут. После этого остужают, процеживают и доводят кипятенную воду до объема, до прежнего объема. То есть, чтобы она выкипела там. И пьют до еды 20 миллилитров. Три раза в день. Но опять консультация с доктором. Так что, друзья, я сегодня у вас ознакомилась с таким замечательным растением, которое называется барбарис. Но не о всем растениях я вам рассказала. Там очень полезен корень, я просто вкратце скажу. Я в моем блоге, по-моему, даже есть. Я много рассказывала. Вот это чеи так есть и корень барбариса. Да, вот корень барбариса очень полезен. Корень барбариса, друзья. Поэтому не забывайте о лекарственных растениях. И у кого-то... Даже на своих участках люди же сажают барбарис. И не знают, что листья падают. Они там собирают... А вы соберите эти листочки. И цветочки полезны. Только все, естественно, собирать нужно вовремя. Ну, просто я говорю сейчас о листьях. Блоги не по несколько блогов. Так, как сейчас самое время. Конец весны, начало лета и июнь. Собирать листья. Они еще такие молоденькие, свеженькие. Заболевшего, естественно, не надо собирать. Поэтому, друзья, будьте здоровы. Берегите себя. До новых встреч. В следующих блогах будем говорить о таком растении, как боярышник. То есть о листе боярышника. Ярышника тоже немаловажные пользы от этого листа. Поэтому, друзья, не забывайте о лекарственных растениях, ягодах, грибах, корнях, семенах. И будьте здоровы. Берегите себя. Наслаждайтесь здоровыми природой. Просто природой. Гуляйте в лесах, лесопосадках и так далее, парках. Пока-пока. До новых встреч. Берегите себя, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok